Венесуэла Интернационал и Гуано Продуксионес представляют Охота за миллионером. В ролях Диего Бертье, Фабиола Кальмонарес, Джохайра Орта, Альберто Исоло, Эвелин Сантос, Фернандо де Сориа, Денис Дибо, Поль Вега и другие. Оператор Фернандо Вера, композитор Виктор Даниэль, автор сценария Анни Фундердайс, режиссеры Альда Сальвин, Тонио Вега, продюсер Луис Льоса Уркия. Четырнадцатое веселье. Нафига 와ren�리я. Тиеново и путэрдайс, Джохайрур Альбарс, Й investments в ес Меня больше не волнует, что ты обо мне думаешь. Я пойду своим путём, а ты своим. Я этого и хочу, но ты упрямо повторяешь за мной всё, что я делаю. Я пришла сюда для того, чтобы поддержать тебя. Но раз жюри меня выбрало, значит, я им нравлюсь. И если мне придётся с тобой соревноваться, я не отступлю. Это будет сложно. Ты всю жизнь соперничала со мной. Опять вспоминаешь прошлое? Давай на этом остановимся. Надеюсь, ты меня простишь, если я опять отниму у тебя жениха. Ты не передумаешь? Я спрашиваю, потому что ты постоянно меняешь решения. Вдруг ты захочешь кого-то выбросить и включить другую. Я привык получать от жизни всё, что хочу, в том числе и женщин, которые нравятся другим. Я люблю всё делать не торопясь, так что не удивляйся, если я позвоню тебе вечером или под утро и дам новые указания. Филиппе, я ещё могу выбросить тебя из своей программы и убери ноги с моего стола. Что такое? Хватит! Вы совсем как дети. Спокойно, спокойно. Если вы выведете меня из программы, то окажете мне огромную услугу, потому что тогда мне не придётся показываться. А сверх того, она помогла мне понять, что ради меня сказочные женщины готовы друг друга поубивать. Возвращаю тебе твой стол. Может, как-нибудь вечерком выпьем кофе? Конечно, конечно. С кем-нибудь познакомимся. При нашей-то красоте мы легко завоюем пятерых миллионеров. Да. Боже мой, какие они убогие. Этих идиоток я оставлю далеко позади. Ни класса, ни внешности. У них нет ни малейшего шанса. Боже, что мне придётся терпеть? Честно говоря, быть матерью очень трудно. Я про себя говорю. Не знаю, во мне не слишком много материнского. Но моя мама само совершенство. Это правда. Джульетт, я в другой роли не вижу. Без детей, без мужа. А вот я... У тебя не слишком хорошие отношения с Каролиной, да? Каролина. Она чудесная дочь. Просто теперь она уже взрослая. И всё немного осложнилось. К тому же мы очень разные. Всё непросто. Прости, что я тебе это говорю, но ты мне кажешься сверхинтересной, умной и искренней женщиной. И как бы тебя не раздражали мои слова, я считаю тебя очень привлекательной. Спасибо. Только ты со мной не живёшь. И не видишь, какая я с утра. Картина не из приятных. Не для слабонервных. Знаешь что? Мне бы очень хотелось увидеть эту картину. Прости меня, я пойду, мне пора. Карол пошла на телевидение, и я хочу знать, как всё прошло. Я пойду. Извини. Подожди, пожалуйста. У нас ещё много времени, ещё рано. Останься ещё на минутку, пожалуйста. Эва. Ты напугал меня, Эдуардо? Как дела? Как ты? Хорошо. Слушай, что с тобой случилось? Ты изменилась? Ты не знаю... Надо меняться. Как хорошо, хорошо. В моей жизни тоже есть изменения. Да? Да. Хорошо. Я бросаю играть, то есть я пытаюсь бросить играть. Хорошо бы всё не закончилось попытками, и ты это сделал, Эдуардо. Спасибо, спасибо. Спасибо, Эва. Я всё это делаю ради тебя. Не надо ради меня ничего делать. Ты должен сделать это ради себя, чтобы прекратить этот кошмар. Ты мучаешь кучу людей. Я тебя слушаю и не узнаю, Эва. Что это? Ты стала такой уверенной в себе, как будто у тебя нет проблем. С чего бы это? С испятел? Ты бросила меня из-за другого, у которого больше денег. Что? Эва, 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 не изображай святую. Я видел, как ты выходила из дома Филиппа Кастильо. Ты за мной шпионишь? Нет, 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 не меняй темы. Можешь сказать, что ты делала в доме Филиппа Кастильо? Ты действительно спятил. Ты сошёл с ума. Стой, стой, стой. Ты не войдёшь в мой дом. Добрый вечер. Добрый вечер, дочка. Здравствуй, мама. Как всё прошло? Нормально, неплохо. Пако, идём. Куда мама? Я плохо себя чувствую. Поям у себя. Бедный папочка. Ты не можешь этого допустить, Даниэль. Скажи этой Даниэле, что бы приходило советоваться сюда. Нам дешевле будет. Сейчас закончу. Идём. Папа не в духе. Так что я прощаюсь. Пока. Красавчик, я тебя знаю. С тобой что-то происходит. Со мной ничего не происходит, Валентина. Я просто устал. Ты можешь полностью мне доверять. Скажи, я сделала что-то, что тебя обидело, да? Нет, Валентина, ты ничего не сделала. Я же сказал тебе, я устал. Хочу остаться дома. Посмотреть телевизор и лечь спать. Толстячок, а ты правда дома? Как это? Конечно, дома. Да, да, да. Толстячок, а ты один? Нет, я не один, Валентина. Со мной Мэрилин Монро и Дженнифер Лопес. Вот они в прятки играют. Толстячок, с тобой что-то происходит, я знаю. Со мной всё нормально, но если ты ещё раз скажешь, что со мной что-то происходит, со мной действительно что-то произойдёт. Пока, мамочка. Что такое, мама, с кем ты болтаешь, что происходит? Когда ты мне нужна, как никогда ты приклеилась к телефону. Что за невнимание к дочери? Пришла невеста, миллионер. Мы тебя ждали. Я попросила мужа с детьми посидеть. Рассказывай, какой он миллионер. Не знаю, мы его ещё не видели. Его представят в конце конкурса. А где мама? Как это не видели? А если он урод? Вот именно. Сделать операцию при таких-то деньгах. Где мама? Пошла купить кое-что для парикмахерской. Точно, вот-вот придёт. А как остальные конкурсантки? Нормальные. Есть очень красивые, но не слишком умные, скажем так. Эва тоже была. А я принесла бутылку вина, чтобы отпраздновать. Ничего. Ну что ж, ладно. Выпьем? Неважно, давайте выпьем. Ассенсион вот-вот придёт. Просто пробки ужасные. Конечно. Час пик. Всё стоит. Не стоит. Нужно выполнить задание за определённое время, и тебе дают за это очки. Это сложнее, чем найти жениха обычным способом. Так просто жениха при деньгах не найти. Нет, правда. Какое первое задание? Показать свои способности, свой талант. Надо же. Да. Твой талант? Эва. Да, я только и умею готовить, не знаю, что делать. Что ты сказала? Что сказала, что буду петь и танцевать. Я не знала, что сказать. Почему бы и нет? Я не знала, что делать. Хорошо, а я тебе снова позвоню. Но если опять будет занято, будут серьёзные проблемы, слышишь? Мама, у тебя что, не развито материнское чувство? Ты не знаешь, в какой ужасной ситуации я оказалась. Мне нужна поддержка. Одно слово, чтобы я снова смогла жить. Мама, помоги мне. Нет, Эва, я считаю, что ты должна спеть что-то классическое, что-то особенное. И бедняга заснёт, и девочка проиграет. Нет, правда. Нужно что-то зажигательное, чтобы его со стула подняло. Что вы тут расселись? Разве не слышите, что снаружи поют серенаду? В твою честь, Эва. В мою честь? Идёмте, идёмте скорее. Подождите. Идёмте. Вы не понимаете, что это смешно? Как ему не стыдно? Сильвия, не будь неблагодарной, оставь беднягу. К тому же у него неплохо получается. Похоже на Хоркин и Греты. Как мило! Сильвия, будь романтичнее. Еще одна сдалась. Браво! Браво! Прекрасно! Очень мило, Эдуардо. Спасибо. Видишь, как он здорово поет. Как мило! Он хороший парень. Я всегда это говорил. Шалопай, но с добрым сердцем. Сильвия, что за выражение лица? Бога ради. Папа, он подлец. Какой подлец. Какая ты злопамятная. Мне было с тобой очень хорошо. Мне тоже. Я... Я... Дальше пойду одна. Почему ты не позволяешь мне проводить тебя? Мы ничего плохого не сделали. Я знаю, но... Дальше я пойду одна. Пожалуйста. 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 Хорошо, держи. Спасибо. Мне было с тобой очень хорошо. Мне тоже. Почему ты не позволяешь поцеловать себя? Здесь? Здесь нельзя. Где? Когда? Я тебе позвоню. Я тебе позвоню. Нет. Нет. Я тебе позвоню. Нет. Я тебе позвоню. Я тебе позвоню. Ладно. Спасибо, Эдуардо. Ты очень мил. Это для тебя, любимая? Эва, ты не знаешь, как я без тебя скучал все эти дни. Мне не хватало твоего запаха. Это действительно очень мило, но мне нужно идти. Я пойду домой. Любимая, куда ты? Мы еще кучу песен знаем. Не путай разные вещи. Большое спасибо. Я пойду. Мне было очень приятно. Спасибо. Эдуардо, большое спасибо за любезное приглашение. Твоя подружка прекрасна. Как жаль, что у нее такое черство. И сердце она не отвечает на твою любовь. Но не унывай, Эдуардо. Пойдем выпьем текилы. Пойдем выпьем текилы. Выпьем текилы с Эдуардо. Ладно, пора идти спать. Завтра увидимся, девочки. Завтра мы придем чуть свет, чтобы ты навела красоту к тому времени, когда приедут в телевидение. Пока, подруга. Будешь благодарить за миллионера нашу парикмахерскую. Пока, Каролина. Не понимаю, куда пропала мама? Где она так задержалась? Куда поехала за покупками? Здравствуй, дочка. Мы ждали тебя. Я купила бутылку вина, чтобы отпраздновать. Мы тебе бокал оставили. Прости меня. Прости. Дело в том, сегодня были такие пробки, наверное, из-за демонстрации студентов. Да. Как все прошло? Оставьте сообщение. Я мечтаю о том, что когда-нибудь жизнь снова столкнет нас, и мы сможем закончить то, что осталось незавершенным. Боже, это убьет ее на повал. Наверняка. Она падет к моим ногам. До свидания, дорогие. Еще раз спасибо. Пока, Пидрита. Пока. Пожалуйста, завтра приди пораньше. Завтра ты будешь королевой, но не такой, как английский. Они ужасны. Ты будешь настоящей королевой красоты. Пока. Пока. А что будет завтра? Разве я не сказал? Приедут меня снимать. Сюда? Да? Всех девушек будут снимать в естественной обстановке, так что меня будут снимать здесь. Вот Марокко. Конкурсы, ресторан. Тебе не кажется, что это перебор? Мама, пожалуйста, не начинай. На студии произошло кое-что, что меня очень охладило. Да? Кэри. Кааро. Нет, нет, ко мне это не имеет отношения. Заявилась невеста Филиппа Кастильо. В бешенстве. Невеста того типа, для которого мы недавно готовили. Который дал вам необеспеченный чек? Да, именно. А его невеста ведет на телевидение и лотерею. Она заявилась и стала говорить Эве всякое... Кажется, она ее упрекала. А Эва ответила, что он должен заплатить. Это правда? Он должен заплатить? Да, верно. Но только мне показалось, там был какой-то подтекст. Кстати, о платье. Когда ты потребуешь долг с неторопливых, Олонсо? Когда будет время? Какой изящный способ сказать мне, чтобы не вмешивалась. Так я тебе скажу, что собираюсь требовать с Эвы все, что она мне задолжала. Да, мама. Все, что она должна. Эва, нехорошо, что ты его не пригласила. Эдуарда меня одной песни не купит. Он делает это, потому что любит тебя, дочка. Не будь жестокой. Ты не хочешь понять, что между нами слишком много всего произошло. И я не хочу. Делай, как знаешь. Я тебе скажу только одно. Человек может оступиться, но он может и измениться. Пусть меняется, но ради себя самого. Совсем забыла сказать. Завтра приедут с телевидения. Что? Будут здесь снимать? Постой-ка. Что я тебе сказал? Что я тебе говорил? Папа. Разве я не говорил, что участие в конкурсе твоя личная проблема? Да. И что я не хочу, чтобы он касался этого дома. Папа, но... Так с какой стати они приедут снимать? Они снимают всех девушек в естественной обстановке. В естественной обстановке? Как это мило. Вы просто хотите, чтобы ваш отец умер от инфаркта на собственной кухне. Папо, успокойся. Нельзя так переживать. Все можно уладить. Завтра ты встанешь пораньше, пойдешь прогуляться и вернешься в полдень, когда они уедут. Когда они уедут? Как мило. Нет, синьора, никуда я не пойду. Я останусь здесь, потому что это все-таки мой дом. Я останусь оборонять крепость. Но не думайте, что я подниму бокал за это безобразие. Я порядочный человек, а не бездельник вроде тех, что выступают по телевидению. И точка. Эва, а во сколько приедут с телевидения? Восемь. Не беспокойся, все будет хорошо. Они зададут несколько вопросов и уедут. Мне не нравится, что ты в этом участвуешь. Не переживай, все будет хорошо. А Эдуардо хочет с тобой помириться. Он настаивает на этом, но я не знаю, мама. А тебя он уже совсем не трогает. Когда я вижу его, я волнуюсь, конечно, мамочка. Все-таки нас с ним 10 лет связывает, но он столько всего натворил, я не могу этого забыть. А папа по-прежнему считает, что он самый подходящий для тебя мужчина. Хочешь, я тебе кое-что скажу? Только не говори папе. Подозреваю, что я столько времени была с Эдуардо, потому что он нравился папе. Именно поэтому. Спаси тебя, Божия Эва, и освети все твои дела. Аминь. Не уходи. Что случилось? Я так хочу уснуть. Лорена, что надеть? Сильвия настаивает на этой кофте, а я хочу надеть костюм. Нет, красное надень. Я бы надела, но не знаю с чем. Лучше послушай, что ты станешь говорить. Здравствуйте, я Эва Алонсо. И я представляю работающих женщин и всех голодающих в мире. Кто поверит, что я голодаю? Хватит готовить. Придет всего два человека, мама. А если попросят добавки? Я больше не могу. Не могу, это просто курятник, я ухожу. В этом доме спокойно позавтракать нельзя. Завтракай на улице. Сильвия. Ради всего святого. А сами-то? Сильвия, Сильвия, перестань. Когда приедут с телевидения, ты должна быть красива, как богиня, как королева. Я постараюсь. Привет. Зачем вы пришли так рано? Нас привело телевидение. Мы пришли помочь Каролине и попутно припомадиться. Мы же тоже хотим показаться на телевидении. Что? Кто вам сказал, что вас вообще будут снимать? Бери инструменты и закончи маникюр Каро. А ты помоги Асуньсиону браться. Давай, давай. Хватит думать о телевидении. Будь забавной. Нужно убраться. Вот-вот приедут. Вот адреса девушек. Нам нужны картины повседневной жизни в семейном кругу, у себя дома, среди родных. Ясно. Сюжет минут на 15. Да, именно. И не слишком задерживайтесь. Нам материалы одновременно по всем приготовить нужно будет. Ясно. Ясно? Но это же много. Ладно, спрошу их, почему они хотят завоевать миллионера. Которая из них повариха? Вот эта. Эта? Самая верхняя. Идём. Быстрее. Пошли, пошли. Минуточку, минуточку. В чём дело? Что мы не так сделали? Со вчерашнего дня крутят рекламные ролики. Дирекция канала «Восторгия». Да. Как здорово! Я гений. Боже мой, боже мой. Почему ты даровал мне столько талантов, а других обидел? Да уж. Мамочка мне не звонит. Никто мне не звонит. Я никому не нужна. Миллионер ждёт. Миллионер, который осуществит все твои мечты. Не упусти его. Скоро на международном канале. Миллионер, приходи. Мы ждём тебя. Это... Это... Невероятно. Конечно, кто же это ещё может быть? Наверняка это он. Как же я раньше не поняла. Рауль Гарсия – актёр. Невероятно. Какие же они жулики. Какой ужас. Конечно, они сказали себе, кто вспомнит об этом ископаемом? Он уже много лет ничего не делает. Нет, нет, нет. Хосе Луис, надо же, надо же, какое-то ничтожество. Жалкое ничтожество, к тому же. А Алисия? Такая официальная. Я ничего не могу тебе сказать. Это секрет. Какой кошмар. Нет. Нет. А эта кухарочка, какой класс. Бедняжка, какой её ждёт сюрприз, когда она выйдет замуж за этого нищего. Он беднее всех развивающихся стран, вместе взятых. Бедняжка. Она это заслужила, грубиянка. Молодцы. Два мэвэ. Растяпа, поторопись. Закрой, закрой. Тащи скорее камеру, эй! Теперь остаётся только найти остальные деньги, чтобы выручить яхту. Иначе мы потеряем всё, что дали, а заодно и яхту. Знаю, Густаво, знаю. Но самое худшее не это. Бедняжка Валентина по уши залезла в долги, организуя праздник. Это тоже было за твой счёт? Конечно, нет. Она же миллионерша, она всегда платит по счётам. Когда эта женщина заплатила хоть за что-нибудь из того немногого, что у неё есть? Как говорила бабушка Флоренция, не надо требовать невозможного. Брат, скажи-ка, что ты собираешься делать? Не знаю, не знаю. Меня это вот как достало. Мне надоело Валентина с её вечными приставаниями, с её расточительностью. Не знаю, долго ли я ещё смогу выносить эту ситуацию, но мне пришла в голову гениальна. Это нас, по крайней мере, на время освободит от этой проблемы. Нет, да. Нет, да. Комод. Люстру. Ковры. Прочую мебель. Всё! 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 Это же только вещи. Мебель. Деревяшки. Деревяшки уходят, а деньги приходят. У меня стихотворение получилось, это хороший знак. Это мой дом, и сейчас выйдет моя семья. Здесь будем снимать? Нет, во дворе, если не возражаете, там просторнее. Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать. Франциско, Алонсо и Канисалес, очень приятно. Я отец этой жемчужины, добро пожаловать. Спасибо. Я Мими, это Гильермо и Ренцо. Очень приятно. Это вся команда? Камеры у вас маленькие, совсем не такие, какие я видел на испанском телевидении в 70-е годы. Вы работали на испанском телевидении? Нет, сынок, что ты, я заходил к другу, он был ассистентом. Бонжур. Какая ты красивая. Добрый день. Здравствуйте, я Джульетт. Мама Эвы. Я Мими, а это Гильермо и Ренцо. Не хотите чего-нибудь? Попить бы сачку. Да, конечно. Это Сильвия, сестра Эвы. Это наша малышка Лорена. Привет. Пойдемте во двор. Да-да, идем, идем. Проходите. Какой тебе сок? Смотри в камеру, вздохни поглубже и представь семью. А куда смотреть? В тот квадратик? Да, да, туда. Готова? Да. Марихуана, ты готов? Начали. Пять, четыре. Эва, немного чувственнее. У меня спина болит от этой позы. Нет, выпрямость, чувственнее. Идеально, пишем. Два, один. Минутку, минутку. Минуточку. Что такое? Что, Сильвия? Теперь ты великолепна. Да, да, хорошо. Бланкета. Телевизионщики в доме у Эвы. У Эвы? Почему они поехали сначала к ней? Откуда я знаю? Может, им было по дороге? Что ж, тем лучше. Теперь вы успеете убрать этот свинарник. Синьорита, когда я приехал в эту страну в 70-х, одну руку протянув вперед, а другую заложив за спину, и мне не стыдно это признать. На телевидении были такие программы, я вам доложу. Вот были ведущие. Синьор Пабло Мадре Гойтия, к примеру, или синьор Кеголедгар, который потом уехал в Испанию. Не то, что недоделки, которые теперь векают. Жаль, что Вильмер не поехал. Он бы с удовольствием с вами побеседовал. Конечно, на ошибках учатся, но могли бы и уроки взять, поучиться, держаться и говорить. На них же стыдно смотреть. Папа, дай людям спокойно поесть. Прошу, прошу. Еще хотите? Да. Хочешь? Хисела! Привет! Я тебе звоню, потому что твой сын, мой толстячок, ужасно себя ведет. И поскольку я считаю тебя своей подругой, да что подругой, подлинной матерью, то полагаю, что ты имеешь полное право знать, что Филиппа очень странно себя ведет. Не знаю, Хисела, не знаю, что происходит, но представь себе, он не хочет никуда ходить. Говорит, что это скучно. Выбросил меня из своего дома. И это еще не самое худшее. Подожди, подожди. Хочешь знать, что самое худшее? Ты умрешь, только сядь сначала. Мы больше не ходим в ресторан. Вообще никуда. И ничем не занимаемся. Что? Нет, 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 если бы такое случилось. Нет, я тебе больше скажу. Он стал звонить прислуге, представляешь? Нет, Хисела, не знаю, прости меня. Я очень прошу меня простить. Только мне кажется, что Филиппа становится коммунистом. Не знаю. Мама, мама, это неправда. Послушай, мама, дело в том, что... Что я очень устал. Да, очень устал, и у меня много работы. Да. Коммунист? Коммунист? Да, мама, я стал коммунистом. Да. Мама, я уже тебе объяснил, что у меня в данный момент ужасно много работы. Да что такое? Почему они не едут? Успокойся, они скоро будут. Они уже больше двух часов сидят у Эвы. Кто знает, что могло случиться, дорогая? Может, у них камера отключилась или провод порвался? А если они не приедут? Почему это? Не знаю. Вдруг им позвонили продюсеры и велели вычеркнуть меня из списка, что я больше не участвую в конкурсе. С какой стати им это делать, сердечко мое? Не знаю. Вдруг меня выбросили, исключили. Они не приедут. Не приедут. Их не будет. Значит, Каро, что тебе вчера сказали? Они приедут или не приедут? Что приедут? Так в чём дело? Не знаю, мама, не знаю. Мне просто кажется, что они передумали или поменяли меня на кого-то. Так может быть? Или им пришлось меня выбросить? Наконец-то, мамочка, наконец-то. Сразу видно, что я тебя совершенно не интересую. Я уже столько часов. Да что там часов, дней тебе названиваю. А ты висишь на телефоне, обсуждая неизвестно какие глупости. Нет, мамочка, нет. На первом плане должна быть я и мои проблемы. А их много, слышишь? Очень много. Да, мамочка. Из-за толстячка. Он опять выкинул меня из дома. Что? Ты совершенно права, мамуля. Мамочка, ты просто чудо. Что бы я без тебя делала и без твоих советов? Конечно, именно так я и сделаю. Я скажу ему, что очень его люблю и что не могу жить без него. И всё такое, мама. Ты совершенно права. Большое спасибо за совет. Я очень тебя люблю. Целую. Пока. Пока, Эва. Спасибо. Пока, спасибо. Пока, спасибо. Пока. Пошли. Уходим. Идём. Лорена, что за идиотское выражение лица? Идём домой. Алисия. Я счастлив. Счастлив. Директорат в восторге. Телефоны на канале не смолкают. Похоже, спонсоры готовы купить всё рекламное время на конкурсы. Как хорошо. Как здорово. Вы ведь столько работали. Мы? Не нагли. Это я работал. Хорошо, хорошо. Ты тоже внесла лепту. Спасибо за признание. Кстати, что ты знаешь о Мими и остальных? Где они? Где сюжеты? Они ещё не вернулись. Как не вернулись? Алисия, я же тебя просил. Ты не звонила? Нет, нужно было закончить. Алисия, ради бога. Вся работа останавливается, если я тут не сижу. Я на важное совещание сходить не могу. Всё, сейчас позвоню. Нет. Только не отсюда. Мне нужен мой стол. Садись за свой стол. Какая ты красавица. Спасибо. Представляю вам своего личного стилиста. Педрито. Очень приятно. Педро Хосе к вашим услугам. Всегда и всюду. Начнём? Садись удобнее. Мы постараемся, чтобы ты выигрышно смотрелась. Хорошо. Спасибо. Всё вывезли. Всё. Всю мамину мебель. Вещи, что они с отцом привозили из поездок. Толстячок! Любимая, дорогая моя, прости, это пустяки. Толстяк, почему мне нельзя войти? У меня носик болит. Ты наверняка его сломал. Любимая, это тебе кажется? Не так уж и больно. Ну, прости, прости, прости. Прости. Валентина, красавица. Сейчас тебе нельзя войти. Серьёзно, нельзя. Почему? Почему? Почему, почему? Потому что нельзя. Мне нужно побыть одному, я плохо себя чувствую. Я хочу подумать, подумать. Толстяк, мы жених и невеста. Мы же пара. Мы должны друг другу помогать, быть вместе. Мне не нравится, что ты приходишь ко мне без предупреждения. Валентина, ты должна научиться уважать личную жизнь людей, понимаешь? Но я же миллион раз приходила к тебе в дом без предупреждения. Филиппо, кто у тебя там? Нет. Кто у тебя там? Нет, там нет другой Валентина. Я просто хочу побыть один. Почему ты такой странный? Объясни. Валентина, там никого нет, пойми. Это ты странная. Идём. Ты должна понять. Толстяк. Что мне нужно побыть одному? Ты должна уважать мои желания во имя любви, которую ты ко мне испытываешь. А теперь убирайся. Филиппо, подожди. Я тебе позвоню. Сколько раз тебе повторять? Мне не нравится, что ты участвуешь. Не нравится и точка. А теперь можно узнать, когда это покажут? Я пока не знаю, папа, но я тебе скажу. Ты появишься на экране. Да, 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 великое дело. Как будто меня впервые покажут. Когда я приехал в эту страну в 70-х годах, меня пригласили... Не мешай, на знаменитую программу того времени, которая называлась «Вопрос за 70 тысяч реалов» с Доном Пабло Моденко. Да, я помню, была огромная очередь. Что с тобой? А? Ничего. Всё в порядке, Эва. Ты такая рассеянная. Всё хорошо. Это очень хорошая мебель. Её одолжила моя тётя Ирма. Республиканский стиль. Классический республиканский стиль. Смотри, какой красивый ковер. Спокойно. Это ещё не всё. Знаешь, чего не хватает? Шезлонга. Шезлонг очень украшает комнату. Я бы мог его вот там поставить. Меня восхитил твой профессионализм. Спасибо. Я не нервничала. Мне очень нравится с тобой работать, Мими. Хорошо, это надолго. Мы к вашим услугам, если зайдёте к нам в парикмахерскую, сделаем скидку. Гениально. Может, воспользуешься? А то ты похож на пуделя. А ты на паука. Значит, пойдём двое за одну цену. Да? Да, Хас Луис, слушаю. Что ты хотел? Съёмки хорошо прошли. Мы закончили. Успокойся, всё готово. Пока. Ладно, ещё увидимся. Он плохо пахнет, Густаво. Отвратительно. Ты просто не постижим, Филиппе. И чего я старался, добывал для тебя мебель. Поблагодарил хотя бы за то, что тебе будет на чём сидеть, брат. Густаво, 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 прости, прости меня. Что это? Это? Замки на двери меня? Это я вижу. У Валентины произошло небольшое столкновение с дверью. Ничего серьёзного. Но я не хочу, чтобы Валентина могла войти в любой момент. Ты не хочешь, чтобы она видела твоё безобразие? Нет, нет, нет. Это не то, о чём ты подумал. Представь себе, что она войдёт и увидит пустыню, в которую превратился этот дом. Осталось только зеркало и комод, которые я не продам. Я их не продам. Всё. Нам придёт конец. Густаво, нам придёт конец, если моя мать узнает. Мы покойники. Понимаешь? Не переживай, брат, не переживай. Это не конец света. Я вижу, что река поднялась, и того и гляди, выйдет из берегов. Не беспокойся. Я найду решение. Да. Я найду способ сделать что-то для того, чтобы решить всё. Да. Надо что-то сделать. Надо что-то сделать. Наверное, это Эдуардо. Эва, вернись, пожалуйста. Прости меня, мы не можем всё так оставить. Посмотрим, что он хочет. Это я, Филиппе Кастильо. Я звоню тебе, чтобы сказать, что мне бы очень хотелось сделать то, чего нам на самом деле хотелось тем вечером. Для меня тоже речь шла о гораздо большем, чем необеспеченный чек, но я не мог причинить тебе зло, пойми меня. Я мечтаю о том, что когда-нибудь жизнь снова столкнула нас, и мы сможем закончить то, что осталось незавершённым. Что? Фильм озвучен компанией «Зон Вижн». Фильм озвучен компанией «Зон Вижн»